Плюс 20 рублей, а где-то и больше в начале декабря повысится проезд в пригородных маршрутках Барнаула. Ради спасения эксперты не исключают, что в Барнаул начнут завозить бродячих собак, чтобы уберечь их от эвтаназии. Где тут логика? На это стоит посмотреть. На фестивале единоборств «Битва чемпионов» ожидаются зрелищные схватки, в том числе рукопашников. Проезд в пригородном транспорте Барнаула подорожает сразу на несколько рублей. Повышение стоимости анонсировала часть пригородных маршруток. Так, уже с понедельника 2 декабря проезд подорожает в маршрутке номер 120 по направлению Сосновый Бор-Барнаул. А через неделю с 9 декабря вырастет стоимость поездки в пригородных автобусах номер 221 и 202. По первому маршруту «Зато-Сибирский» и «Новоалтайск» проезд в одну сторону будет стоить 85 рублей, по маршруту «Зато-Сибирский» и «Барнаул» – 140. Бюджет Алтайского края на 2025 год принят. Сегодня депутаты регионального парламента утвердили параметры главного финансового документа региона. Обсуждение не было простым. За что фракции хвалили разработчиков бюджета, а за что критиковали, расскажут мои коллеги. Бюджет края – главный вопрос этой сессии. После дополнительных поступлений от федерации его параметры выглядят так. Доходы – 180 миллиардов, расходы – 192, дефицит – 12 миллиардов рублей. По итогам рассмотрения предложений в проекте закона о краевом бюджете ко второму чтению учтено 137 предложений на общую сумму почти 17 миллиардов рублей. Фракции предлагали увеличить финансирование на рост зарплат, культурную сферу, дорожную отрасль, реализацию программы КАИП. Многое учли. В этом году динамика увеличения расходов на спорт, наверное, лучшая за последние годы. Мы в фракции внесли поправку, которая предусматривала изменения в бюджете и дополнительные расходы на скорую помощь в размере 300 миллионов рублей. Так все-таки, может быть, давайте мы рассмотрим нашу поправку сегодня на сессии и могли бы реально уже с 1 января начать выплаты работникам скорой помощи. В настоящее время готовится повторное депутатское обращение в Государственную Думу. В ходе прямой линии с губернатором Алтайского края был получен ответ, что если не получится на федеральном уровне, то будут приняты меры на краевом. Этот вопрос стал камнем преткновения в полном принятии проекта бюджета. Принципиальность одной из фракций к этой теме одобрили не все. Она осталась верна многолетней традиции и при голосовании воздержалась. Большинство же депутатов в бюджет одобрили. Парламентарии внесли еще одно изменение в закон о транспортном налоге. Ранее они обеспечили льготами ветеранов боевых действий и многодетных семей с мощностью авто больше 100 лошадиных сил. Сегодня мы корректируем нормы законодательства и семьи погибших умерших ветеранов боевых действий тоже получат данную меру поддержки. Город Яровое теперь относится к территории с особыми полномочиями в области охраны здоровья. Право оказания первой помощи спасателями и пожарными теперь разрешено законом, как и допуск священников в стационары больниц и еще одно нововведение в сфере здоровья. Допуск к оказанию медицинской помощи специалистам немедицинских специальностей, если они наделены полномочиями выполнять медицинскую помощь в своих должностных обязанностях. Это позволит решить кадровую проблему таких направлений, как логопедия, психиатрия. Также депутаты ввели дополнительные ставки сотрудников опеки в 12 муниципалитетах, среди них Олейский, Калманский, Черышский. Пока в них работает всего один специалист на весь район и в одиночку пытается справиться с непомерной нагрузкой. Скоро ему в помощь должен появиться второй сотрудник. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. 30 ноября все налоговые инспекции края будут работать с 10 до 15 часов. Это шанс для налогоплательщиков городов и районов задать все интересующие их вопросы и успеть оплатить налоги вовремя. А вопросов все еще достаточно, ведь многие до сих пор не получили налоговые извещения об уплате, которые обычно можно найти в личном кабинете налогоплательщика, либо их отправляют по почте. Как пояснили нам в ФНС по краю, причин несколько. У людей могут быть налоговые льготы, либо сумма их налога не превышает 300 рублей, и оплачивать этот налог не требуется. А также, если люди зарегистрировались на госуслугах или в личном кабинете после сентября месяца, когда рассылаются налоговые уведомления. Нам пояснили алгоритм действий и в случае отсутствия извещения. В ситуации, когда налогоплательщик не получил уведомления, а понимает, что до окончания срока уплата осталось всего вот-вот несколько дней, то ему следует в первую очередь обратиться в налоговую инспекцию. Там он сможет уточнить сумму своих налогов, там он сможет ему распечатать квитанцию, он может ее платить удобным способом. Если налоговая инспекция по какой-то причине далеко, то можно это сделать в любом офисе МФЦ. Есть возможность задать вопросы в личном кабинете налогоплательщика. Правда, в случае отсутствия у налогоплательщика интернета, единственный путь – добраться до налоговой или МФЦ. Кстати, несмотря на то, что оплатить налоги нужно до 2 декабря, именно в этот день пеня начисляться не будет. По налоговому кодексу крайний срок уплаты имущественных налогов – это 1 декабря. Если эта дата выпадает на выходной день, то он автоматически переносится на следующий. В этом году это 2 декабря, понедельник. И даже если жители Алтайского края уплатят налоги в этот день, 2 декабря, то они исполняют свою обязанность своевременно. Очередную партию УАЗиков скоро отправят в зону СВО. Машины на передовой распределят по нескольким направлениям. Но до отправки в зону спецоперации буханки усовершенствуют. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. От всего газового сообщества Алтайского края мы передаем очередную партию автомобилей УАЗ для исполнения боевых задач в зоне СВО. Надеюсь, что они пригодятся. Пять УАЗов передала компания «Газпром газораспределения Барнаул» Алтайскому отделению Народного фронта. Это уже вторая партия проходимых машин от алтайских газовиков для нужд участников СВО. Еще пять буханок бойцам передали год назад. Машины все на ходу, машины все в рабочем состоянии, потому что за ними следили. И они могут выполнять поставленные задачи. Помогаем не только в части предоставления техники. Мы предоставляли и ноутбуки, какую-то партию мы в прошлом году предоставляли. То есть мы планомерно и посильно вносим свой вклад в победу, в нашу общую победу. Эти УАЗики еще недавно выполняли свою роль на фронте газификации Алтайского края. Об этом говорят цвета и логотипы газовой компании. Теперь за ленточкой бойцы при необходимости перекрасят и переоборудуют машины под боевые задачи. Генераторы. В первую очередь генераторы. Генераторы иногда теплые вещи. На самом деле перечо очень большой. Ну автомобиль, наверное, в первых. Автомобиль это то, чего недостаток особенно часто ощущается. Очень короткий срок эксплуатации и условия, при которых они эксплуатируются. Поэтому эвакуация раненых, доставка. То есть здесь много очень направлений. Перед отправкой транспорта в зону СВО специалисты Народного фронта переделывают машины. Местами улучшают. В общем, готовят их для военнослужащих, что называется, под ключ. Кстати, очень требуются автослесари, механики и другие специалисты-волонтеры. И получается, что на самом деле в волонтерстве каждый может себя найти. И все, что ближе, по душе, будь то печати на 3D принтерах, подготовка автомобилей, сопровождение грузов, либо само волонтерское производство, супы, маскировочные сети. На самом деле, если вы хотите сделать доброе дело, вам всегда найдется место в нашем проекте. Эту партию УАЗиков распределят по нескольким направлениям на передовой. В помощь бойцам машины отправятся в Авдеевку, Бахмут и Курскую область. Доставить их должны до Нового года. Даню Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» проходит в Алтайском крае. В течение трех дней жители региона могут смотреть документальные фильмы, созданные в России с начала СВО. А также встречаться с фронтовыми режиссерами, которые проведут в край несколько творческих встреч. О кинофестивале и его открытии подробнее в сюжете Марии Костылевой. Эти фильмы созданы за годы СВО. В центре каждого из них реальные истории людей, которых так или иначе затронула спецоперация. Авторы документальных кинолент – фронтовые режиссеры. Где-то около 10-15 фильмов, которые нужно посмотреть. Они очень разные, авторы очень разные. Главная особенность нашего фестиваля, что мы привозим только авторское кино. Команда фестиваля, самого фестиваля, очень небольшая. У нас всего 8 человек, которые выдерживают дитаническую совершенно работу. И это стойки, подвижники того большого дела, которое мы делаем. Фестиваль разноплановый. И, к слову, не только с помощью документальных фильмов, он доносит взгляд режиссеров-очевидцев на историю последних лет. На этот раз с ними приехал и автор-исполнитель из Луганска. Его песня «Высота», написанная в окопах, сегодня очень популярна у ребят на передовой. Это моя песня о моих товарищах, о тех местах, где мы находились. Там зашифрованы позывные, которые понятны только тем, кто там был. Музыка на фронте помогала мне справляться с депрессией, сойти с ума. Оставая при всем том, что я занимался музыкой, я понимал, что я все-таки человек, что у меня есть в сердце любовь, что у меня есть чувство сострадания. Передвижной кинофестиваль проходит в России во второй раз. Но, несмотря на это, он уже получил статус международного. Наши дети, их родители, наши педагоги, деятели культуры должны сегодня почувствовать, понять, пережить то, что происходит на фронте. Нам очень нужны сегодня хорошие, правдивые, реальные, чувствительные для русской души фильмы о том, что сегодня происходит. Только так мы сможем победить. Три дня с 26 по 28 ноября фильмы будут транслировать сразу на девяти площадках. Посмотреть ленты можно не только в Барнауле, но и в Топчихе, Новоалтайске и Затосибирске. Вход на все сеансы свободный. Мария Кострева, Владислав Ковалев, День с толком. И снова на Землю обрушатся удары из космоса. Это случится уже сегодня к полуночи и продлится завтра, примерно до полудня. Очередная магнитная буря ожидается в Барнауле. Это следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии. Мощность геоударов достигнет мощности G2. Это средний уровень. Тем не менее, вероятны сбои работы электроники, а люди могут ощущать головные боли. К слову, болеть голова у многих начала уже сегодня. Диверсии с массовым завозом бродячих собак опасаются в Барнаульском приюте. Власти Барнаула решили сделать максимальный упор на профилактику безнадзорности собак, а не на их усыпление. Но разумный подход могут использовать в неблаговидных целях нерадивые зоозащитники из других территорий. У барнаульских зоозащитников есть опасения, что зооволонтеры из других городов, где уничтожают животных, начинают их привозить и выпускать в Барнауле. Такое уже наблюдалось год назад, тогда подобную практику ввели в Горном Алтае. В 2025 году обращения с животными в крае должны регламентировать. Хозяева домашних собак, в частности, обязаны чипировать и внести своих питомцев в специальный реестр, а бездомных после отлова будут помещать во временные пункты. Там их осмотрят специалисты, оценят немотивированную агрессию особей и, если сочтут псов агрессивными, должны их усыпить. Последний пункт вызывает больше всего споров и среди жителей, и среди общественников края. Ради спасения животных люди стали продумывать транспортировку собак из районов, где будут построены временные пункты, в краевую столицу. Такие обсуждения уже ведутся в чатах зоозащитников. Если мы спасем откуда-то сиюминутное животное, и, например, в Барнауле не уничтожают животное, где-то там в крае уничтожают, но их всех собрали, в Барнаул привезли. Что будет Барнаул-то делать, если это заполонится все животными? И опять какая выстроится логика, например, у представителей властей. Ага, там мы ввели закон по уничтожающей. Там нет собак, потому что их всех забрали. А тут мы не уничтожаем, и тут куча собак. То есть тоже подмена понятий, подмена вот этой логической цепи. И очень важно, и мы призываем всех зооволонтеров быть максимально аккуратным с этим. Софья Куликова подчеркнула, что к таким разговорам нужно относиться очень осторожно. Зоозащитники, имеющие вес в определенных кругах, могут стать инициаторами целой волны переселения животных. И все это при довольно спорной эффективности такого подхода. Это будет зрелищно. Так, профессиональные спортсмены отзываются о будущей схватке по рукопашному бою между бойцами из Алтайского края и Республики Беларусь. Поединок состоится в начале декабря на фестивале единоборств Алтай-Землясильных «Битва чемпионов». Подробнее о том, почему эта схватка может быть одной из лучших на соревнованиях, расскажем далее. Это Игорь Алимов, мастер спорта России по рукопашному бою из Алтайского края. Именно он будет выступать в декабре на фестивале единоборств Алтай-Землясильных «Битва чемпионов». Сейчас призер Кубка страны находится на сборах с командой России в Балашихе. Оттачивает технику и попутно настраивается на своего оппонента Артема Анелькина. Коллеги по рукопашному бою тоже считают, что поединок будет грандиозным. Во-первых, соперники равны. Во-вторых, ранее они никогда не пересекались на ринге, поэтому предсказать итоги схватки трудно. В-третьих, по утверждениям спортсменов, соперники имеют схожую технику, где в приоритете удары. Почему бой, мне кажется, будет зрелищный? Не кажется, а 100% он будет зрелищный. Потому что оба бойца, именно ударники, нет такого, что как сейчас принято видеть. Один ударник, второй борец, чуть-чуть сразу борются. Тут сразу оба ударники. В родном клубе техникой Игоря восхищаются, как коллеги, так и спортсмены, которых он обучает. У него есть фишка, не помню, как это прямо называется, удар ногой. И когда я его увидела, мне очень понравился. Первый раз у меня он не получался. И очень долго я его тренировала. Он зацикливал тренировки ради этого. И все-таки сейчас уже начинает получаться. Помимо рукопашного боя на фестивале единоборств можно будет посмотреть на состязания спортсменов по панкратиону, дзюдо, кикбоксингу, боксу и двум видам каратэ. Также будет интересная развлекательная программа. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае в следующем году планируют провести международный фестиваль искусств «Наш дом Алтай», в котором примут участие делегации из России, Китая, Казахстана и Монголии. Об этом договорились губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Каширбаев. Их встреча прошла на форуме Межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоялся в Уфе. Планируется, что фестиваль пройдет с 30 августа по 4 сентября. В нем примут участие творческие коллективы, хореографические и вокальные ансамбли, оркестры, представляющие регионы Большого Алтая. Главная цель фестиваля – приобщение к традиционному и современному искусству. И в завершении выпуска стало известно, кто займется проектированием трех общественных территорий в крае. Речь идет о парке 300-летия Барнаула, который будет располагаться за торгово-развлекательным центром Европа в Барнауле, о сквере Фомченко и набережной Биска. В районе Барнаульского торгового центра Европа проектировать будущий парк на месте пустыря будет кемеровский подрядчик. На днях власти Барнаула уже заключили контракт с проектно-строительной компанией. Подрядчик взялся заниматься парком почти за 3,5 миллиона рублей. Проект на сметную документацию обещают разработать уже весной следующего года. А вот проектировать общественное пространство в Биске, которое считают местом рождения города, будет московский подрядчик. Профильное управление администрации Наукограда подписало контракт на выполнение работы. Они обойдутся почти в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен спроектировать сквер до января следующего года. Кроме того, отремонтируют набережную и монументы. По мнению разработчиков проекта, создание пространства мест рождения Биска повысит локальную идентичность горожан, а также станет точкой роста для туристической, культурной и коммерческой активности. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы для наших сюжетов, звоните на телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...